О союзе артистки с коллегой Денисом Матросовым знала вся страна, но после разрыва Мария Куликова стала тщательно скрывать детали личной жизни. Последние пару лет поклонники гадают, кто же покорил сердце звезды. 4 августа Марии Куликовой исполнилось 47 лет, но она выглядит значительно моложе. В чем ее секрет? Может быть, это хорошая генетика, походы к косметологу или же вдохновение, которое она черпает в творчестве и отношениях. Мария Куликова и Денис Матросов делили свою жизнь почти 14 лет, но в 2015 году пара рассталась. Несмотря на разрыв, они сохранили дружеские отношения и оба нашли счастье с новыми партнерами. Денис открыл миру свою избранницу Ольгу, а Мария решила скрывать имя своего нового возлюбленного, вызывая массу догадок и слухов среди поклонников. Карьера. Мария Куликова родилась в Москве в интеллигентной семье. Ее бабушка была деканом вокального факультета Гнесинского института, а отец – хористом с глубоким басом. Несмотря на музыкальную атмосферу в доме, Куликова так и не научилась играть на фортепиано, о чем позже сожалела. Ее мама преподавала физику в институте. В детстве Мария не обладала особыми актерскими способностями и была довольно зажатой. Родители отдали ее в театральную студию Вячеслава Списивцева, чтобы помочь ей стать более уверенной в себе. Несмотря на первые успехи в актерстве, Мария планировала поступать на юридический факультет МГУ. Однако в последний момент она решила подать документы в несколько театральных вузов. Судьба привела ее на курс Евгения Князева в Щуку, где она училась вместе с такими актерами, как Олег Макаров, Станислав Дужников и Дмитрий Ульянов. После окончания вуза Мария начала работать в театре сатиры и постепенно продвигалась в кино. Первую известность ей принес сериал «Две судьбы», на пробы которого она попала случайно, ошибившись дверью. С этого момента ее карьера начала стремительно развиваться, а в фильмографии появились такие популярные проекты, как «Моя прекрасная няня», дело было в Гавриловке и Склифосовской. Роль хирурга Марины Нарочинской в последнем стала знаковой для ее карьеры. Создание и крах семьи, Мария и Денис Матросов познакомились на съемочной площадке сериала «Две судьбы». Их роман развивался постепенно, Денис ухаживал за Марией и поддерживал ее в трудные моменты. После нескольких лет совместной жизни они попытались завести ребенка, но это удалось лишь спустя 10 лет. В 2011 году у пары родился сын Ваня, что стало настоящим счастьем для обоих родителей. Несмотря на рождение сына, отношения начали рушиться. Мария считала, что они повзрослели и их мировоззрения изменились. В 2015 году они официально разошлись, но сохранили теплые отношения ради сына. После разрыва, многие думали, что причиной развода могла быть третья сторона, но Мария отрицала это. После расставания с Матросовым у нее начались новые отношения, однако актриса предпочла держать свою личную жизнь в тайне. Ходили слухи о ее романе с коллегой Максимом Авериным, но Куликова подчеркивала, что их отношения носят лишь дружеский характер. В 2019 году начали распространяться слухи о фактическом браке Марии с Виталием Кудрявцевым. Эту информацию подтвердила бывшая жена Виталия, Серафима Низовская, которая отметила, что их дети подружились. Однако ни Мария, ни Виталий публично не подтверждали эти слухи, предпочитая хранить молчание. Мария упоминала, что ее новый избранник имеет два высших образования и прекрасно ладит с ее сыном. Несмотря на разлуки, которые нередко происходят из-за съемок, они находят время для встреч. В начале 2022 года Мария призналась, что их отношения длятся уже 10 лет. В 2023 году пара официально расписалась, подав заявление на регистрацию брака 4 апреля, в день рождения матери Виталия. Мария Куликова подытожила свои переживания, рассказав о неожиданном счастье, которое пришло к ней спустя столько лет. Я ведь не верила в любовь и думала, что все сложится не так. Но 10 лет назад жизнь подарила мне этот неожиданный поворот, который я до сих пор не могу до конца осознать, призналась актриса.